Всем здравствуйте! Вы смотрите ЦСКА ТВ на КХЛ ТВ. Это программа «Красно-синий лёд». Первая программа об армейском хоккее и в нашем очередном выпуске. Гости с Дальнего Востока и нападающий ЦСКА, который их принимает в роли хозяина. У него не было ни клюшки, ни шайбы, но он всё-таки сыграл Илари Филпула и его неординарное хобби. Красно-синий против бело-голубых. Все подробности московского дерби. И подробно о каждом новичке хоккейного клуба ЦСКА. Нападающий армейцев забросил шайбу в ворота хоккейного клуба ЦСКА. Но в том смысле, когда он ещё не был нападающим армейцем. ЦСКА против «Адмирала», а Энвер Лисин против своей бывшей команды. 27 сентября прошлого года. Энвер Лисин забрасывает шайбу в ворота Ростислава Стани. Этот гол становится победным для новичка Лиги «Адмирала» в матче против ЦСКА. 19 января 2014 года. ЦСКА принимает «Адмирал» в Москве. Энвер Лисин снова в составе, но уже в красно-синем свитере. Нападающий Энвер Лисин номер седьмой. В последний месяц хоккеистам ЦСКА часто приходится впервые играть против бывших команд. Никита Зайцев после матча с Сибирью в интервью ЦСКА ТВ заявил, что с интересом играл против недавних партнёров. Лисин, впрочем, ничего нового в игре «Адмирала» не заметил. Ну, я всегда говорил, что «Адмирал» хорошая команда. Они достойный соперник. Хорошо сегодня играли, мы оказались сильнее, потому что мы играли, наверное, получше. Не самый результативный матч Лисину очков не принёс. Победа на Владивостокске в принципе далась армейцам со скрипом. Тем не менее, ЦСКА продолжает стабильно брать очки дома и рассчитывает на высокий пассив в плей-офф. Все хотят выиграть каждую игру, тем более перед плей-офф. На Стармитоне будут смотреть, давайте сегодня не будем стараться или что-то ещё. Вообще нельзя расслабляться. Сами видите, какой чемпионат. Как и любая команда может играть. А сам-то ты в хоккей играешь как-то с сарказмом, спросил меня болельщик другой московской команды. Нет, только на нервах ответил я ему. Этот парень играет и в хоккей, и, в общем, на чём ещё он играет, смотрите в нашем следующем сюжете. Здравствуйте, меня зовут Владлена Прешинь, и сегодня мы побеседуем с одним из самых успешных и красивых хоккеистов, нападающим ЦСКА Илари Фильпула. Также мы узнаем о его не совсем обычном для спортсмена хобби. Мне нравится Россия и нравится всё в этой стране. Хорошие города и отличная организация. Мне во многом помогают парни из моей команды. Москва находится недалеко от моего родного города, и слетать туда достаточно легко. Когда будет свободное время, выходные, я полечу домой, к моим друзьям. Мне помогает тренер-мортарей Яри Карло. Он, по-моему, 4 года в России. Его девушка также помогает мне обосноваться в городе. Дэвид Немировский хорошо говорит и по-английски, и по-русски. Он оказывает очень большую поддержку. Да и многие парни тоже в моей команде. Спасибо, привет. Приятно, много чем. Самые распространенные – те, которые употребляют каждый день. Пожалуйста. Ещё знаю некоторые плохие слова. Меня ребята в команде научили. Но я их не буду произносить. Я не вижу большой проблемы в женщинах-водителях. Но они менее уверены за рулём, чем мужчины. Я думаю, что женщины хорошо выводят автомобиль. По крайней мере, надеюсь. Иногда можно затратить 2 часа на путь, который можно преодолеть за 15 минут. Приходится менять свои планы. Очень сложно куда-либо доехать на автомобиле. Лучше воспользоваться метро. Метро – это определённо лучшее средство передвижения. В 6 лет моя мама отвела меня в музыкальную школу. Так что всего я играл на фортепиано около 12 лет. В хоккей я начал играть примерно в том же возрасте. Может быть, на год позже. Но, по-моему, мне было около 6 лет. Мой брат немного играет на гитаре и барабане. Он никогда не играл на фортепиано. Я слушаю, как правило, ту музыку, которая играет у нас в раздевалке. В основном это рэп и танцевальная музыка. Мне она очень нравится. Но я не знаю многих русских артистов. Басты и гуф. Но я не знаю слов. Мне нравится мелодия. Но я и понятия не имею, о чём они поют. Я не знаю о русской поп-музыке толком ничего. Но в нашей команде на новогоднем празднике пел один из российских поп-исполнителей. Очень популярный. Мне понравились его песни и его выступления. По-моему, Лепс. Да, да. Мне он очень понравился. Можешь продемонстрировать свои музыкальные способности? Самая популярная песня в России – «Хоккей. Трус не играет в хоккей». Сможешь ли ты сыграть на фортепиано мелодию этой песни? Динамо против ЦСКА. ЦСКА против Динамо. Матч в Лужниках, пожалуй, самая главная встреча не только игрового дня, но и всего предолимпийского отрезка регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Субтитры создавал DimaTorzok Первый в 2014 году дерби ЦСКА проводил на выезде. К стартовому вбрасыванию на трибунах Лужников практически не осталось свободных мест. Переполнена была и ложа для почетных гостей. Численное превосходство, разумеется, было на стороне болельщиков Динамо, но разбросанные по всей арене армейцы вместе с основной группой фанатов нередко превосходили своих соперников. То же можно было сказать и про хоккеистов ЦСКА. Армейцы активно играли в атаке и прессинговали динамовцев, заставляя ошибаться. Результат пришел в начале второго периода. Александр Фролов не оставил шансов вратарю Динамо после выхода один на один. Был интересный матч, опять же, напряженный очень, и побольше таких матчей интереснее для всех, для хоккеистов и для болельщиков. Мы старались, все сделали, я думаю, играли хорошо, как команда, в первую очередь. Вскоре после этого армейцы потеряли Олега Сопрыкина. Получившего повреждения нападающего заменил Роман Любимов. Игра на больших скоростях, но я чувствовал, что я готов пойти в игру, и сегодня выглется шанс, и я сыграл. В третьем периоде у ЦСКА было несколько хороших возможностей увеличить преимущества, но команда их не использовала. А за несколько минут до конца периода притихшая была арена взорвалась. Динамо удалось сравнять счет. На настрой ЦСКА это, впрочем, никак не сказалось. Команда продолжала атаковать и была близка к тому, чтобы забросить победную шайбу. Мы вкатились, да, мы начали держать шайбу в их зоне, создавали моменты. Забили гол, было все хорошо, но вот эта ошибка в третьем периоде, когда нам забили, она немного, может быть, подкосила нас, но мы не расслабились, начали продолжать играть дальше, заработать удаление. В итоге игра перешла в овертайм, а затем болельщиков ждала остросюжетная серия буллитов, удачливые в которой оказались динамоцы. Я могу сказать, что это самые лучшие болельщики, и они поддерживают всегда нас в хороших временах, в плохих, и всегда остаются с нами. И я благодарен им, что они приезжают, да, болеют за нас. Это было и когда мы ездили по Уралу, и это и сейчас. В принципе, я считаю, что они перекричали сегодня в стадион. Огромная благодарность им. Сельско, вперед! Сельско, вперед! Ну и пацаны, как мы и обещали в предыдущей программе, более подробное знакомство с новичками нашей команды. Добро пожаловать, парни! Наверное, немногие сейчас помнят молодежный чемпионат мира 9-летней давности, в финале которого сборная России проиграла канадцам 1-6. За нашу тогда играли Овечкин, Малкин, Радулов, но тем не менее, в решающем матче ничего россияне соперникам противопоставить не смогли. Справедливости ради надо сказать, что победившая нас команда по праву считается одной из сильнейших за всю историю канадского молодежного хоккея. Фанев, Уэбер, Кросби, Бержерон, Перри, Гетслов, Ричардс, Картер, Лед. Этим игрокам впоследствии предстояло навыгрывать немало личных и командных титулов, включая Олимпийское золото и Кубки Стэнли. Но первым из которых на серьезном уровне было звание чемпионов мира среди молодежи. А в воротах той замечательной команды играл новичок ЦСКА Джефф Глаз, имевший все шансы стать лучшим уртарем турнира. Если бы не отличная игра Чеха Шварца, едва ли не в одиночку, дотащившего свою сборную до бронзовых медалей. Еще один армейский новобранец, защитник Дэрон Куинт, имеет в активе больше 450 матчей в НХЛ. Дебютировав еще в Виннипек Джетс в далеком 95-м, Куинт поиграл за 6 команд. В настоящее признание всенародная любовь пришли к нему в Германии, где в составе берлинского Айс Беррена американец стал трехкратным чемпионом страны. А также установил несколько рекордов и был признан в один из сезонов защитником года немецкой лиги. Михаил Бирюков, перешедший в ЦСКА из Югры, является одним из самых титулованных фортарей континентальной хоккейной лиги. В поле зрения тренера в сборной Галхиппер попал еще в 2007 году, но привлекался на два чемпионата мира, которые сборная России и выиграла. В 2008-м в Канаде в памятном финале, в котором наши победили хозяева в овертайме, Михаил, правда, не играл, но провел три матча на предварительном этапе. В его активе также одна выигранная встреча на чемпионате мира 2012 года, последним, на котором Россия становилась чемпионом. Воспитанник новокузнецкого хоккея Захар Арзамасов выиграл серебряную медаль молодежного чемпионата мира позапрошлого года. Тогда в Канаде наша молодежка уступила в овертайме шведом 0-1. А Арзамасов играл во всех семи матчах, набрав 2 голевых балла за передачи и закончив турнир с показательной полезностью плюс 2. С вами был Красно-Синий Лед. Смотрите хоккей и болейте за ЦСКА. Главное, сами будьте здоровы. Не забывайте включить телевизор через неделю, но и смотрите за нами в наших социальных сетях. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok